ПЕСНЯ ПЕСНЯ В Таинстве священства передается благодать и право совершать церковные таинства, руководить духовной жизнью людей. Апостол Павел пишет, «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. В этом таинстве через возложение рук епископа передается благодатная духовная сила, утверждается церковная власть. Возведение в священный сан называется еще рукоположением, или по-гречески хератонии. Традиция возложения рук идет от апостолов. Апостол Павел пишет своему ученику Тимофею, поставленному им епископом в Эфес. «Напоминаю Тебе возгревать дар Божий, который в Тебе через мое рукоположение». В Церкви существует три степени священства. Епископ, пресвитер или священник и диакон. Епископы наделены верховным значением в Церкви. Они являются преемниками апостолов и могут совершать все семь таинств. Кроме того, только епископу принадлежит право освящения храма, антиминса и святого мира. Епископ – слово греческое. Оно означает «блюститель». Это высший сан в церковной иерархии. Епископов еще называют архиереями. В обращении к епископу принято называть его владыка. Главы поместных церквей, патриархи, митрополиты и архиепископы принадлежат к этой степени священства. Епископ является главой церковной общины на определенной территории. Поэтому титул архиереев всегда содержит в себе указания на географические названия. Например, святейший патриарх Московский и всея Руси, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины. Может ли существовать какая-либо церковная община, не признающая епископа и не подчиняющаяся ему? Нет, не может. Она отторгается от тела Вселенской Православной Церкви и лишается благодати. Следует сказать и о том, что существует так называемое «белое духовенство» – женатые священники – и духовенство черное – из числа монашествующих, давших обеты нестижания, безбрачия и послушания. Третья – высшая степень духовенства епископы – рукополагаются только из числа монахов. Пресвитер или священник по благословению епископа тоже совершает церковные таинства, за исключением таинства священства. А диакон помогает епископу и священнику, но сам совершать таинство не может. Епископа рукополагают не менее двух других епископов. Хератонию священника или диакона может совершить один епископ. Иерархию в церкви, как первосвященник, установил Иисус Христос. В послании апостола Павла к евреям можно прочесть. «Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа». В созданной им церкви Спаситель дал апостолам, а через них епископам и пресвитерам власть учить, прощать грехи, совершать таинства. Церковная иерархия выглядит следующим образом. «Выше всех Христос, вечный первосвященник. От него идут апостолы, от апостолов – епископы, от епископов – священники и диаконы». Почему принято называть священника Отцом? Через Него мы в Таинстве Крещения рождаемся заново, как дети Божии. Из Его рук во время причастия мы получаем небесную пищу, тело и кровь Христа. В Таинстве Покаяния властью Ему данной прощаются наши грехи. В других Таинствах Его священно действия, Его молитвы сообщают нам невидимую силу благодати, дары Святого Духа. Священник непрестанно молится за свою паству, учит ее, направляет советами, предостерегает, вразумляет, руководит. Велика сила Божьего благословения, преподаваемого носителем апостольского преемства. Как часто случается, что дело, начатое без благословения, не идет на лад. И наоборот, начинания, предпринятые по благословению, совершаются успешно. Поэтому священники на самом деле наши духовные отцы. Разумеется, они должны быть достойны этого имени и своей великой миссии. Если священник рукополагается с чистым намерением служить славе Божией и для спасения людей, то в нем открывается дар сострадательной любви к своим чадам. «Идите, — говорит Спаситель, — я посылаю вас, как агнцев среди волков. Сострадательная любовь — это духовное отождествление себя с другим, когда собственное «я» уходит и остается «мы». Апостол Павел пишет Коринфянам, давая пример духовного наставничества. «У меня ежедневно стечение людей. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал?» Или в послании к Галатам, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Иоанн Златоуст пишет, «Духовную любовь не рождает что-либо земное. Она исходит свыше, с неба и дается в таинстве священства. Но усвоение и удержание сего дара зависит и от стремления человеческого духа». Роль священника как пастыря состоит в соучастии в жизни духовных чад, приближении сердца к их личным переживаниям, восприятии их падений как собственных, сила воздействия пастыря измеряется силой его сострадательной любви. Откроем вновь послание апостола Павла христианам Каринфа. «Мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Собственное душевное устроение священника служит примером для паствы. Когда священник неукоснителен в богослужении, молитвен, добр, несребролюбив, воздержан, кроток, искренен, это служит лучшей проповедью. Степень его преданности долгу неизменно влияет на паству. Сам носитель благодати должен стремиться быть свободным от душевных недугов, чтобы врачевать других. Но священнике лежит долг проповеди Слова Божия. Вновь обратимся к посланиям апостола Павла. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность, и горе мне, если я не благовествую». Священная обязанность пастыря, на которую он поставлен в рукоположении, неукоснительно в положенное время совершать божественную литургию и привлекать свою паству к причащению святых христовых тайн, главному средству спасения душ для вечной жизни. Сегодня нередко можно услышать ропот по отношению к тем или иным священнослужителям. Им, как и мирянам, свойственны слабости и грехи. Однако следует ясно понимать, что нравственный облик священника или его образ жизни не может быть препятствием для действенности совершаемого им таинства до тех пор, пока он не лишен своего сана. О значении священнического служения проникновенно говорит святитель Иоанн Златоуст. Священство есть что-то страшное. Власть его великая, достоинство и служение его из числа величайших даров Божьих. Был виси Христе с Отцем и Духом все исполнения, писанное Божьимоносице, проекраснейшим. Услышите, кто посредник земли. Могущие, покоряйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok